Привет всем, кто присоединяется. Привет, 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 ютубу, привет, инстаграму, привет, привет всем. Мы уже готовы начинать. У нас здесь нехитрый набор инструментов. Сегодня мы находимся в нашем магазине, в зоне мастер-классов, в нашей обновленной, интересной, большой зоне. Сегодня мы лепим разные украшения из полимерной глины с использованием молдов, блесток, ярких разных инструментов и делаем идеальные украшения для елки. Всем привет, меня зовут Валерия Малкина. Я работаю с полимерными глинами уже где-то около 13 лет. Сегодня покажу вам, как можно очень легко и просто сделать всякие новогодние украшения. Мастер-класс рассчитан на самых начинающих, например, на меня. Я вообще из полимерки лепить не умею, но попробую сегодня чего-нибудь слепить, потому что я буду тестером, может это сделать новичок или нет. У меня с художественным искусством сегодня очень сильно сможет даже ребенок. Поэтому давайте мы сегодня, сейчас пока готовимся, наберем все то, что нам необходимо с витрин магазина. Все то, с чем мы будем работать, есть всегда в наличии. Хорошо. Мы сегодня работаем с полимерной глиной артефакт. И мы возьмем классические цвета и один цвет из серии шифон, который будет слегка прозрачным. А чем они отличаются? Значит, классические цвета, они не прозрачные, они глухие и никаких эффектов у них нет. На запекаемое или нет? Да, на запекаемое. И цвет малиновый серии шифон, он будет отличаться, вы увидите. И сам брусочек сразу видно, что он немножко другого такого, как бы другой консистенции. Они, эти цвета становятся более прозрачными, да, у них особый эффект. И вот эта серия, поэтому так и называется. Я думаю, этого нам хватит. Давайте теперь посмотрим молды. Розочку, да, такую красивую. Попробуем птичку. Сделать бантики. Так, и давайте еще какую-нибудь большую попробуем. Просто с ними удобнее работать как раз с разными пудрами, пигментами. Так. Они большие и с толстым дном. Да. А штампы подходят для работы с полимерной глиной? Штампы тоже подходят, да. Часто спрашивают, штампы они только для мыла? Нет, они не только для мыла, вполне подойдут и для полимерной глины. Просто смотря, какую задачу себе ставить, да, чихать, который лепит. Блестки, они же для мыла, да, они же и для... Блестки, они для всего. Блестки, такая вещь универсальная. Они как угодно могут использоваться. Я думаю, давайте возьмем что-нибудь светленькое, да, такое розовое. Так, возьмем зеленое. И из пигментов, наверное... Тоже для мыла пигменты, правильно? Обычные косметические пигменты. Так, что это у нас бронзовое, да? Начнем с чего-нибудь совсем элементарного, да, самого простого. И давайте сделаем для начала леденец, да, но не обязательно делать его в виде скрипичного ключа, просто как я делала тематический такой, да, сувенирчик. А можно сделать просто обычный и немножечко блесток добавить потом. Так, ну, не нужно так. Значит, воспользуемся классическими алым и белыми цветами. Глина запекаемая. Она запекается в обычной духовке, да, полимерная глина. При 130 градусах в течение 30 минут, 20-30 минут где-то, да? На каждой пачке всегда обязательно написано время запекания, температурный режим, то есть, в принципе, вот здесь вот значок есть такой, но и с обратной стороны это написано текстом, да, то есть, если вдруг вы забыли, вы всегда можете посмотреть. Я пока морду немножко подвину, чтобы они не мешали. Значит, полимерную глину всегда перед использованием мы разминаем. И что делаем? Значит, размяли, и я сразу просто буду раскатывать жгут глинный. У нас тут особенность полимерной глины такая есть, и сейчас, надеюсь, вы это не увидите. Она очень любит собирать там все пылинки, ворсинки, все, что только можно. Поэтому, конечно, надо работать чистыми руками, не делайте, как я, руки помойте или протрите. Так, жгутик белый у нас готов. Сейчас мы также разомнем палый цвет. Значит, пока я вам немножко расскажу про то, как глина запекается полимерная, да, чтобы все-таки какое-то представление имели. Во-первых, ее нельзя запекать в микроволновке. То есть, для микроволновки использовать не стоит. А что будет в крайнем случае? Ну, она просто, наверное, сгорит. На микроволновке или глина? Они все вместе. Как постараться. Тут нужен постепенный нагрев и температура нужна равномерной, постепенной. То есть, тут таким вот внутренним нагревом не обойдешься. Поэтому обычная духовка или маленькая электрическая духовка вполне подходит. Отказывает также, то есть, без разницы температура, вот я уже сказала. И располагается это все по центру духовки, чтобы равномерное самое, да, было распределение мест. Выключается конвекция, если она есть. Вот, чтобы лишних потоков воздуха не было. И запекается, можно запекать даже на обычном ввести бумаги. То есть, можно бумагу для выпечки использовать, можно использовать керамическую плеточку, стекло огнеупорное, все что угодно, все что выдерживает. Бумага при этой температуре тоже не сгорает. Вот. Ну, силиконовую бумагу, да? Благ для выпечки. Силиконовую. Просто единственное, если это не используется в пищу. Да, для еды. Так, все, да, мы два одинаковых жгутика сделали. Теперь нам надо их скрутить. Чем теплее глина, тем пластичнее. Да, да, и чем теплее вокруг тоже. Значит, у запекаемой глины есть определенные преимущества перед самозастывающими как раз в том, что она не боится воды. То есть мы изделия из нее можем мыть совершенно спокойно, держать там, погружать в воду как-то, что-то делаем там, композиции, да, вот со стеклянными, ялучными шарами. Можно фигурки делать, и они будут прекрасно сочетаться. То есть самозастывающие даже после застывания боится воды? Да, да, любая из них она реагирует так или иначе. Скрутили. Так, и теперь, в принципе, иногда бывает, что и так оставляем, да, то есть ребрят, да, ну мы можем сделать гладким, покатать просто ладошкой. Мне кажется, даже мы этим фритнесем с этим справиться. Ну вот, так что не будем, да, так как-то докатывать, ну, мы можем разделить сейчас на шестей. То есть вот, можно просто такой сделать, можно как-то оформить, тоже можно излишечки срезать. Полезный инструмент зубочистка. Для чего? Для всего просто. Универсальный, не бесплатный. Нет, он платный, как же. Ну, я думаю, на кухне он же есть. Дешевый, да, так скажем. Очень доступный. Для всего, для закрепления, для соединения деталей, для прокалывания готовых бусинок, например. То есть даже и запекать можно на зубочистках при необходимости. Детали просто так, да, между собой не слипаются. Их немножечко надо как-то соединять. Да, в любви, да? Да, для того, чтобы они лучше держались, как раз мы их с зубочисткой сейчас закрепим. Так, смотрите, значит, от центра прижимаем. И вот так вот жидковато у меня по чисточку. Вот. Отлично уже держаться точно будет. Так, и... Здесь можно бантик. Сейчас сделаю. Можете попробовать? Давайте. У вас есть молдень для бантика? Да, у нас есть молдень для бантика. Может быть, мы сюда бантиком, мне кажется, тут хорошо встанем. Мы его тоже туда сделаем зеленым. Да, чтобы он контрастненький был, да? Угу. Это я тут сочиняю... Да, да, когда с молдами работаете, кусочек удобнее всего взять. Чуть крупнее, чем фигурка будет, да, для того, чтобы излишки потом просто срезать. Полимерная глина вообще тот материал, в котором отходов не бывает. Просто не бывает. То есть даже если что-то не получилось, пока вы это не запекли, это можно всегда переделать. Теперь мы срезаем, да, верхний шланг? Да, теперь аккуратненько прям поставили. Давайте я, чтобы не... Я надеюсь, что я хорошо утрамбовала. Так, отлично. О, как развяли-то у вас руки, значит, горяченькие. Я старалась. Это у меня очень жарко. И все, и аккуратненько упал. Вынимаем. И опять мы его будем закреплять, все равно с помощью зубочистки. Никуда без нее просто. Так, куда? Можно сюда. Лепите. И прям немножечко вот так вот придавить. Да. Нажали. О, прекрасно. Красота. То есть очень просто, очень красиво. Все сухие пигменты на полимерную глину ложатся без всяких дополнительных веществ. И... То есть прямо пальцем? Прямо. Не задумывается? Нет, ну можно и кистью. Я имею в виду, что тут склеивающие никакие. Нам вещества не нужно его ввести. Тверно? Да. Вот, и на листике. Блестки, ну, чуть-чуть, я наверное, со мной попала. Мне страшно. Предлагают прикрепить на магнитик. На магнитик лучше тогда делать чуть покороче и потолще немножко. И для магнита нам не надо оставлять объемной формы. Мы можем нажать, чтобы он стал плоским. И тогда магнит будет. Мы потом все это обязательно запечем. Это запечь можно позже. Да. Просто если нам надо наши изделия сохранить на некоторое время, да, нам их лучше просто не на бумажке хранить, не на впитывающих поверхностях, а, например, в металлической баночке, какой-нибудь стеклянной. Не все пластмассовые подходят. Запекать при температуре 130 градусов на упаковке вся информация есть. Как в текстовом виде, так и в значках. Лаком нужно покрывать после запекания? Вот то, что у нас носит чисто декоративный характер, в принципе, не обязательно. Оно и так будет держаться. То, что мы на себе собираемся носить, желательно покрыть. Почему? Потому что блестки же будут. Осыпаться чуть-чуть, да? Да, потихоньку трение какое-то будет, все равно. Поэтому лучше покрывать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok